Итак, по нашему шаблончику я вырезал птичку с крылышки. Нос не стал, потому что для носа у меня свои мыслище есть. Я немножко буду его отодвигать от фона, чтобы он как бы не на поверхности был. Ну а здесь вот таким образом хвост тоже оставил пока вот отсюда, даже это наверное многовато. Можем еще и отрезать вот так. Сейчас займемся тем, что создадим вот здесь механизм часовой или какой-нибудь из шестеренок, а потом уже закроем это корпусом с прорезанной дырочкой и сразу же получим какую-то механическую здесь внутренность. Для этого я воспользуюсь различными молдами. Вот у меня здесь есть поставлю здесь, потом возьмем какую-нибудь шестереночку поменьше. то же самое. В общем, наша задача сейчас создать здесь механизм. Как вы знаете, шестеренки можно делать и вручную, но если есть молд, почему бы и не воспользоваться. Причем если у меня разные они, тем более будут и разные шестерни, что очень хорошо. то есть здесь, в общем-то, фантазия ваша. Пересекайте их, добавляйте какие-то элементы и так далее, покуда не получится вот здесь механизм, который будет выглядывать через корпус. То есть вот у меня получилась такая птичка с таким механизмом. Естественно, я вот здесь удалю выступающие части. так как тут у нас будет кожух. Это не должно мешать. То есть сделаем всякие перегородочки. так. Часовую стрелку. Здесь провел шланг. Ну и теперь уже можно отправить запечь, чтобы потом без проблем установить вот этот кожух. Вот здесь мне захотелось сделать более сложную структуру крыльев. Как бы птичка маленькая и делать здесь такие вот как на рисунке перышки довольно-таки сложновато. И поэтому я на своем 3d принтере распечатал вот такие маленькие крылышки, которые наложу на само крыло. и таким образом немножечко сэкономлю себе времени. Конечно, это можно все тщательно вырезать. Но вы знаете, если есть принтер, то грех его не использовать. Поэтому сейчас наша птичка выйдет из печки и я буду лепить туда такое крыло. Но прежде всего сделаю кожух. Ну вот теперь смажем это крылышко гелем. Поставим нашу ажурную решеточку сюда. Здесь нам надо будет переходную приступочку такую сделать. Для второй. Вот так. Это отрежу. Забыл смазать. А сейчас поправим. Так. Лишнее сразу уберем. И поставим туда еще одну. Второй ряд крылышков. Вот так. И тоже лишнее отрезать. Так. А здесь бы я сделал несколько заклепочек поставил. Сейчас я посмотрю, как это будет смотреться. Будет ли это хорошо. Сейчас глянем. Посмотрим. Да, я думаю, что в этом есть смысл. Тогда сделаем здесь еще заклепочки. И тоже отправим в печку. Пусть запечется. Так. Вот она вышла из печки. И эксперимент показал, что хоть пластмасса выдерживает 110 градусов, нужным не для запекания. Но при этом она начинает уседать и таким образом коверкаться. В некоторых местах даже сильно-сильно портится. Поэтому я решил еще раз распечатать и уже использовать это как шаблон. Попробуем так. То есть на глине уже делать. И еще я заметил, что света маловато, поэтому сейчас добавил. Думаю, сейчас будет уже лучше. Ну, привыкаю к новой камере. Итак, я взял форму. Вот она, вернее шаблон. Приложил ее сюда на лист. На троечке распечатал. И начал вырезать аккуратно по этим. И потом уже по краешку. И полностью форма. В общем, через некоторое время у меня получилась вот такая довольно-таки ажурная форма. Которая я, в принципе, доволен. Можно было бы, конечно, и лучше, но навык нужен. Еще очень мешает, когда в глине есть какие-то вкрапления. Вот по ним нож идет и начинает ерундить. Вот здесь это произошло. Вот тут есть какое-то вкрапление. Поэтому в этом случае лучше пользоваться чистым. Совершенно, абсолютно. Лучше взять новый кусочек. Чтобы вот таких огрехов просто не было. Ну вот, чтем на будущее. Ну что ж, повторим процедуру. То есть, промажем тут все клеем. Я надеюсь, что совпадет то, что здесь и то, что мы с вами сделали. Вот она она. Ну, почти, скажем так, почти совпало. Тоже мелочи там. Так. Хорошо. И теперь моллюску приклепим тоже вот сюда. Почему я стараюсь это сейчас все сделать? Потому что защитный кожух вот этот на тело сюда пойдет. Он должен перекрыть. Вот довольно таки ажурное получилось. Так. Ну и здесь было бы неплохо, конечно, тоже как-то так это прорезать, просчитать. Ну посмотрим, как это будет. У меня вообще была идея такая, что вот так отрезать и поднять. А снизу подложить еще одно крыло такое же примерно. Наверное, я так и сделаю. Но для этого надо сначала мне все запечь, чтобы она уже никуда не двигалась. Так, так и поступим. Так, после того, как мы покончили с крылышками, нам пора уже заняться туловище. Еще раз раскатаю. Так. Давайте мы, после того, как мы сделали крылышки, теперь давайте мы займемся туловищем, вертушкой. теперь аккуратно снимем это все. Так, и возьмем какую-либо трубочку, положим сюда. Сделаем отверстие. Ну, где-то вот такое продолговатое, чтобы видно был наш механизм. Так. И посмотрим примерно по форме. Можно чуть больше делать. Так, ну и теперь начинается самое сложное. То есть мы снимаем эту штуку и начинаем ее здесь прикреплять. Но перед этим, естественно, должны смазать все краешки, где это будет прикрепляться. Ну, давайте. Вот так вот возьмем и начнем. Так. Дело это не простое, я сразу скажу. Нужно много терпения. И инструмент. Инструмент у меня вот такой. То есть у меня такая выгибулька. Так. Здесь хорошо. Лишнее можно сразу отрезать. Так. Здесь хороша тушка получилась, а вот с головой не совсем. сейчас мы поправим. То есть голову мы тоже сделаем объемной. Здесь. Здесь. Прик. Тоже отрезаем ненужное. Если провалилась изнутри, немножко подправим. Так. Это будет у нас основой, поэтому особо волноваться-то нечего, что здесь где-то краешек неровный, или что мы все это потом поправим. Главное, чтобы у нас был объем. Будет объем, будет все остальное. Ну, вот так где-то. Сразу поправим все. Теперь механизм у нас на виду. Что и требовалось. Так, сейчас я посмотрю. Да. Ну, и тоже надо теперь это все дело запечь. Так. К тому же, я сейчас сделал шестереночки, пару шлангов на крыльях, так, чтобы получилось более механически такие. Здесь я добавил пару шлангов тоже, чтобы объемно было. Ну, и теперь займемся, наверное, оформлением тушки вот здесь, сверху, снизу. И сделаем хвост. Постепенно перейдем к люфтику. Но сначала нам надо оформить вот это вот все. Так, ошибка в расчетах, что отпечатанная деталь точно так же будет запекаться. Я действительно попробовал это в первый раз. До этого я в основном приклеил эти детали. А теперь решил, думаю, да, я попробую. Ну, вот попробовал и увидел, что не так все просто. Ну, что ж. Отрицательный опыт – это тоже опыт. А иначе как учиться? Лучше, конечно, на чужих ошибках, но пока вот приходится на своих. Сейчас мы наделаем вот этих длинных перышек на самый конец хвоста. И будем их монтировать. Так, давайте. Где наш гель? Так. И посмотрим, хватит ли нам. Нет, не хватит. Здесь придется немножко продолжить такую вещь, чтобы она цеплялась. Так. Сделаем такое продолжение. Вот так. Ну, отсюда уже, конечно, пройдет. Хвостовое оперение, как по маслу. Поставить еще одно. Ну, причем пускай будет пушистый хвостик. Так. И здесь уже более средние у меня должны быть. Вот такие. Так. Наверное, достаточно. Да, я, конечно, сегодня хотел закончить птичку полностью, но не судьба. Значит, придется нам дождаться следующего урока. Ну, в общем-то, я думаю, что это не так страшно. Потому, как пора отпусков и засолки помидоров сейчас в интернете как бы моих зрителей изрядно поуменьшилось. Поэтому, думаю, что потом придут и посмотрят. Так что, не страшно. Сегодня я закончу или завтра закончу. В сентябре все равно будут смотреть. Так. Сделали. Оторвем. И то же самое. Сейчас наклеим еще один ряд. Вот. Который поменьше теперь. Так. Хвост мы не будем делать металлический никакой. Как бы что-то нужно все-таки оставлять от птички. Ну, вот. Таким образом у нас получился этот хвостик. А самой тушкой и головой мы займемся с вами завтра. Договорились? Ну, а пока фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.